Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, под нашим зрителем по-особому отметился момент в прошлой передаче, где вы говорили про цунами любви, про это всеобъемлющее чувство радости, которое охватывает человека в ответ на то, когда он непрестанно направляет свою любовь, свои искренние чувства к Миру Духовному, к Богу. И, конечно же, огромное счастье знать, что очень многие наши зрители неоднократно испытывали вот такой опыт и получали такой ответ от Бога и от Мира Духовного. И вы знаете, это очень напоминает слова из Библии, где Господь говорит «Воззови, и я отвечу тебе, покажу тебе то великое и недоступное, чего ты не знаешь». И, конечно же, когда человек получает такой опыт удивительного общения с Миром Духовным и с Богом, то это очень серьёзно меняет жизнь человека. Ну, во-первых, конечно же, каждый человек очень бы хотел пребывать в этом общении постоянно. А во-вторых, внутри зарождается искреннее стремление, чтобы как можно больше людей получили свой ответ такой от Бога и от Мира Духовного. Игорь Михайлович, нам очень часто пишут вопросы, задают священнослужители разных религий, те прекрасные люди из них, которые искренне любят и уважают посланников Божьих, и которые всей душой стремятся к Богу и к Миру Духовному. Но так уж случилось, что они отдали большую часть своей жизни служению в рамках религиозных организаций. Но они встретились с Истиной, встретились с истинными Знаниями, и теперь перед ними глубоко внутри стоит очень острый вопрос, а как же быть дальше? Потому что они чётко отслеживают, что есть и истинные зёрна в рамках религий, и есть плевелы. И, конечно же, вопрос этот острый, потому что как всё-таки спастись человеку, особенно священнику, потому что на нём лежит помимо ответственности за самого себя ещё огромная ответственность за тех людей, которых он ведёт за собой, ответственность за свою паству. Я скажу так. Господа любить можно всегда и везде. Какую бы работу люди ни делали, но если они с Богом, то и делать её будут достойно. Это первое. Второе, что не менее важно, это то, что всё зависит от выбора самого человека. Если он действительно стремится к Богу, если хочет помочь людям, то он найдёт способ, как помочь. Но другое дело то, что находясь в определённой организации или, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, хотят они или не хотят, они будут действовать так, как у них это всё прописано. Вне зависимости от их религиозной организации, оно везде по-разному всё. Но это придумали люди. Да, это всё плевело, да, театральщина, но она формировалась годами, а порой и тысячелетиями. Ну и вот как взять это всё и пойти, скажем так, против вода? Ну не положено, не поймут. Вот я бы привёл такой пример. Вот представь, ну к примеру, есть какая-нибудь знаменитая линия, которая производит канцелярские товары, и у неё есть сеть магазинов. И вот приходит туда человек на работу, скажем, смотрит, да, люди приходят, товар хороший, всё замечательно. Ну вот не то немножко. Люди приходят, пока они покупают эти канцелярские товары, всё, а здесь нету, извини, ни булочки, ни водички. Ну и вот человек ради того, чтобы улучшить жизнь людям, облегчить им, начинает печь пирожки, приторговывая имя, ставит кофеаппарат, заодно и кофе продаёт, и людям хорошо пирожок съели, домашний, вкусный, с кофе хорошим, и канцелярские товары взяли. Хорошо же? Ну плохого ничего. Но если это действие не согласовано с руководством, то что будет? Проблемы. Совершенно правильно. Вот так и наши многоуважаемые священнослужители различных религий, и действительности, и конфессии, и всего, они сталкиваются с этой проблемой. Это часто вопрос, который, скажем, возникает в нас чуть ли не постоянно. Ответа на него, я честно скажу, прямого нет. Но я могу сказать лишь собственное мнение. Мы поднимали эти вопросы уже давно, у меня есть хорошие друзья, монахи Сафона, и уже довольно давно мы с ними долго беседовали на эти темы, они часто приезжали ко мне. И вот у нас возникал, конечно, аналогичный вопрос. А как же им быть? Они любят Бога, они чувствуют Истину, но есть в каждом монастыре свой устал. Я говорил всегда одно, придержитесь этого устала, но Бога любить вам никто не запрещает. Тем более все религии, они как раз и построены на зёрнах Истин. И эти зёрна — это Любовь к Богу, ну и общечеловеческие, скажем так. Ничего плохого в этом нет. А вот обрядность, театральщина, ну я скажу так, если этот театр не направлен в магию и в глупость, то разве он греховен? Нет. А разве грешно водичкой брызгаться по людям? Да нет, конечно. Брызгайтесь на здоровье. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, зная Истину и как бы стоя на передовой в борьбе с сатаной, как положено в религии, человек не может говорить об Истине и в действительности, не может вот это войско Божье собрать и направить его против сатаны. Почему? Потому что в действительности это пойдёт в разрез. Это пойдёт в разрез с их организацией, и у него тут же возникнут сложности. Да, многие скажут, что раз так, значит, он должен уходить. Друзья мои, а вот представьте, вот вы проработали всю жизнь на какой-то работе, а потом вы понимаете, что не всё вы делали хорошо, не совсем хорошая она работает, можно её сделать лучше. И вот попытавшись сделать лучше, вы столкнетесь с тем, что вас просто выгонят. Что вы будете делать, когда у вас хорошо наработан десятками лет один, скажем так, опыт, и он у вас отточен, а другого опыта у вас нет? И что? В преклонном возрасте или на старости лет вы будете осваивать другую специальность? Потому что все мы люди. У нас нет созидательного общества сейчас, у нас потребительский формат. И знаете, стоит острый вопрос. С одной стороны, лукавить, будучи священнослужителем, не говорить правду или совершать, ну как магические ритуалы, по-другому не скажешь, это грех. С другой стороны, и его понять можно. Ну как же человек уйдёт? Ведь в тех же проповедях, в тех же общениях с людьми он может очень много истины донести до людей и действительно даже наставить людей на путь истинный. И несмотря на обрядность, на все предписанные правила, мы обсуждали буквально недавно тоже со священнослужителями, знаешь, такой вот устоявшийся обряд или церемония, даже не знаю, как это правильно назвать, это освящение зданий и автомобилей. Но на самом деле эта практика, она давно существует. Но, честно говоря, она граничит с магией. Но Иисус Христос не делал этого. А по Его стопам должны идти христиане, за Ним должны идти и делать то, что говорил Иисус Христос, а не то, что потом придумали и вели люди, поясняя, что так он хотел. Если бы он так хотел, он бы так делал и этому учил. Правильно? Ну то отдельная тема. Хотя, опять-таки, он долго был среди людей и много рассказывал, многое показывал и объяснял. Но то, что вошло, скажем так, в учение религиозно, это очень маленькие сюжеты о его жизни и о его деяниях. Остальное все убрали, потому что на том, что он делал и о чём он говорил, построить организацию, которая бы давала власть и средства, невозможно. Потому что первое, о чём он говорил, что нет никого выше, все равны, мы все должны любить друг друга. Это даже то, что осталось. Но он учил ещё как и рассказывал. Практически, если вот на сегодняшний день это перевести, он говорил о Созидательном обществе. Он говорил о том, что мы должны были построить другой мир, совершенный мир, в котором бы доминировала честность, порядочность и, самое важное, Любовь к Богу, Любовь друг к другу. Ведь Любовь к Богу начинается через Любовь друг к другу. Разве не так? И вот с этого должно начинаться всё. И он говорил как раз о том, что магия — это плохо, она недопустима, и что нельзя у Бога просить ничего, кроме спасения и помощи на пути к спасению. Но всё извернули, всё превратили в магию. Понятно, что организация, но то она и организация. Любая организация направлена на прибыль и на укрепление своего положения в обществе. Это нормально, это естественно. Мы живём в потребительском формате, в созидательном формате. Поверьте, всё изменится. Ну всё изменится. Но вернёмся чуть позже. Так вот, как раз обряд освещения автомобиля или помещения — это как раз есть не что иное, как магический ритуал по изгнанию беса. Но и священнослужитель, когда это проводит, и уж тем более именем Иисуса Христа или Бога как бы он убирает эту скверну, это очень забавно смотрится. И вот сами же священнослужители это понимают, что ничего не меняется. Ну и как можно и знать беса с откуда-то, когда он живёт в человеке? Это наша неотъемлемая часть. У нас есть и Ангел, у нас есть и бес. Но мы лишь выбираем, кем нам стать, на чьей стороне нам быть. Нам даже ходить никуда не надо. И знать из человека беса можно? Ну теоретически — да, и практически можно. Только человек существовать тогда не будет. Лучший вопрос. В этом мире имеет. А если человек не обрёл духовного спасения, став субличностью, он как раз и становится тем бесом. Потому что всё человеческое, всё, что есть в человеке от Ангела, всё исчезнет. Единственный способ человеку избавиться от беса — это стать Ангелом. Вот тогда действительно избавляется. И многие, да и не только священнослужители, миряне, как говорят, они чувствуют и понимают это. И особенно, когда на практике священнослужители или монахи сталкиваются с настоящими Знаниями, и когда в них просыпается эта Любовь Божья, ну тяжело. Конечно, совесть будет. Очень тяжело. Очень хочется выйти громогласно на проповедь и сказать правду, потому что есть вот эта внутренняя какая-то нетерпимость к лжи. И вот вопрос, а решит ли это одна проповедь что-то, укрепит ли она Личность в тех людях, которые будут её в этот момент слушать? Достаточно ли одной вот этой проповеди такой громогласной, чтобы изменить ситуацию? Вот ты хороший сейчас вопрос подняла. Друзья мои, скажите, вот мы общаемся с вами довольно часто и довольно долго. Достаточно ли одной нашей беседы для того, чтобы вы стали Ангелом? Простой вопрос. С одной стороны, достаточно. Достаточно просто сказать «Любите Бога и будьте человеком». Этого более чем достаточно. Но как раз проблема в том, что в каждом человеке живёт бес. И, к сожалению, практически у всех он доминирующий. И он говорит, что это он и есть человек. А человек, ну, как Личность, даже и не развивается порой. И вот здесь беда. И вот спящую Личность пробудить можно, но укрепить одной лекции, скажем так, вряд ли получится. Почему вот Татьяна сказала, что вот вышел и одной проповедью? Да потому что вторую ему, этому священнослужителю, его начальство провести уже не позволю. Достаточно одной. Но у нас, конечно, есть случаи, когда люди годами проповедовали в своих приходах истину, но закончилось всё равно их изгнанием. Хотя мы им говорили, но люди не могли перешагнуть через себя. Раз истинна, значит истинна. Но во всяком случае в тех случаях, о которых мы знаем, всё закончилось и знанием священнослужителей. Обвинили их в сектанстве, в глупости, в ереси и во всём остальном. Хотя люди говорили истину, и они говорили о Любви Божьей. Ну такой мир, это мир потребительства. И никуда ты того не денешься. Поэтому я бы сказал по-другому. Вот давайте, друзья, честно посмотрим. Скажите, что лучшее, что священник выходит и так революционно в их организации начинает говорить правду, начинает говорить об истине и всё. И одной проповеди практически ничего не решает. зато с чистой совестью он идёт домой, ищет работу и начинает жить совершенно по-другому. Ну, как некоторые скажут, как честный человек. Он снимает с себя ответственность, но разве его лекция или его проповедь помогла людям? Простой вопрос. Немножко — да. Подтолкнуть кого-то может. Ну может даже у кого-то произойдёт и понимание. Может. Но больше он не будет священнослужителем. Он больше не сможет общаться с людьми. Ну, во всяком случае, в таком статусе. А если мы глянем с другой стороны, как многие наши друзья, священнослужители во многих религиях, они очень любят Господа, они идут прямой дорогой к Нему и крепко держатся за Него. Но в то же время, да, они соблюдают определённую обрядность, так, как положено на работе. Но беседуя с людьми, они беседуют с открытым сердцем, говоря правду. Ведь в любой религии есть истинные зёрна. И вот о них они и говорят. О плевелах, когда рассказывают, они называют вещи своими именами. Когда проводить нужно какие-то обряды, они людям поясняют, что это обряды, это традиции, это не есть богослужение. Богослужение — это служение людям, служение Миру Духовному и Его интересам в этом мире. И самое важное — это истинно, честно, от всего сердца Любовь к Богу. Вот прямой путь. И об этом они говорят. И они не забывают говорить, особенно в христианстве, о том, что храм Божий в действительности, как сказал Иисус Христос, это и есть человек. Это не стены каменные или деревянные, это не купола и не коностас. Это человек. Вот настоящий храм, в котором может зарядиться ангел, который становится частью Мира Духовного, частью самого Господа Бога, настоящей, самостоятельной частью. И вот здесь возникает вопрос. Самостоятельной частью Бога, то есть почти вровень с Богом. И вот у многих людей это может вызвать такой определённый диссонанс, то есть а не эгоизм ли это, и не заносит ли человек, что он становится вровень с Богом. А давайте, друзья, мы с вами посмотрим по-другому. Мир Духовный — это цельная единица, но она состоит из бесчисленного числа ангелов, составляющих этот мир Божий. Во много-много раз меньше, скажем так, даже сравнивать страшно, насколько меньше, но тем не менее человеческий организм состоит из миллиардов различных клеток. Каждая клетка, она самостоятельна. Скажите, равна ли она другим клеткам в нашем организме или не равна? Значима настолько же или меньше? Значима и равна. И она является частью нашего организма, то есть нами. Разве не так? Каждая клетка. Значима выполняется их функции. Совершенно правильно. И каждая клетка нашего организма или, скажем так, пойдём ближе, каждая молекула нашего организма, не будем говорить частично, а молекула, а становимся на более крупном, она выполняет определённую функцию и является частью нечто большего. Правильно? но в то же время является нами. Так и каждый ангел. И ни в чём здесь нет никакого противоречия. Видите, как всё просто, когда смотришь с открытой душой, с широко раскрытыми глазами на правду, всё становится видно, понятно и просто. Так же же? Да. Так же и священнослужение. Когда в любой религии человек стоит действительно на пути к Богу, он своей Любовью, своим примером, он показывает людям истинный путь. Даже используя те малые инструменты истины, которые у него есть, он способен ввести людей в рай. Но если он отложит эти инструменты, скажем, революционер захотел изменить всё, ну знаете как, да, малое способно колыхать и большое. Даже маленький микроб, вирус, к примеру, да, очень маленький, но он способен убить и слона, но он способен разрушить. Разница построить и разрушить огромна. Поэтому не надо разрушать то, что не мы строили. И не нужно создавать, я так скажу, худших условий, если можно создать лучше. А использовать я более чем уверен, в любой религии, в любой момент можно для того, чтобы истинно служить Господу Богу нашему и быть верным Ему и нашим пророкам. Можно служить так людям, что нами будут гордиться наши пророки, при этом не нарушая ни одного завета наших пророков. Разве не так? Так, друзья? Всё очень-очень просто. И всё зависит от нас. Есть старая пословица, что не место красит человек, а человек место. Да, есть глупости, но глупости есть везде, там, где есть люди. Не потому, что их дьявол привнёс, а потому, что мы им позволили там быть. Но тут уж надо выбирать. Или же помогать людям, оставаясь… КПД от твоего всей духовного… Совершенно правильно. И вот ты сейчас как раз и сказала «АКПД от твоего духовного пути Миру Господнему и Его интересам». А в чём интерес Мира Духовного здесь? Друзья мои, как вы думаете? Ну пусть будет вопрос. Потому что мы часто говорим «интересы Мира Духовного». А в чём его интерес здесь? Ответьте, если вам несложно. Знаете, Игорь Михайлович, вот вы правильно сказали, что нужно не разрушать, а строить. И для каждого истинного христианина именно Христос является Учителем таким и другом. И вот ты оглядываешься на жизнь Иисуса Христа и понимаешь, что… А ведь реально апостолы они и соблюдали и ту же субботу. И он когда говорил о законе Моисеевом, он говорил, что «я пришёл его не разрушить законы пророков, а я пришёл его исполнить». Совершенно. И вот это, знаете, это и принципы созидательного общества, про то, что это всё-таки путь эволюции, что это не разрушать, а именно создавать, и насколько всё зависит именно от каждого человека. То есть вот… И он являлся примером для всех христиан, ибо он был настоящим строителем мостов от сердца к сердцу. И он был примером для каждого из нас. И как раз Иисус Христос говорил, давайте любить друг друга. Вот вы сказали, что каждый человек храмом является Божиим. И считается, что один из самых больших грехов это разорить этот храм. И вы часто говорите «любите друг друга». И вы знаете, ты понимаешь, насколько важно всё-таки не разорять и свой внутренний храм, и не разорять внутренний храм другого человека, чтобы мы были поддержкой кто хранит храм Господний в себе, тот хранит его и в других. Ни у кого рука не поднимется на храм Господний, если он есть в тебе. Как ты это сделаешь? Никак. Ты будешь уважать и любить всякого человека, ибо в нём есть то, что есть и в тебе. То есть та частичка, которая ниспослано самим Богом. То, что мы называем душой, то, что способно любого человека смертного, заведомо мёртвого, сделать вечно живым и вознести как достойного и сделать равным среди достойнейших. Разве не так? Но в чём причина? в сатане? Нет, не в сатане. Причина в слабости нашей как Личности. И первое, что нужно, это осознать, кто ты, друг мой. И с этого начинается всё. И тогда неважно, когда ты знаешь, кто ты и понимаешь, зачем ты здесь и какой в действительности Господь дал тебе шанс реально, и ты реально можешь его реализовать, тогда неважно, какая у тебя профессия и что ты делаешь. Ты это будешь делать с Любовью к Богу и в служении Миру Духовному. Правильно? Вот это очень важно, служение Миру Духовному, потому что, по сути, знаете, сегодняшняя беседа наставит вопрос перед человеком. Ты хочешь личного спасения, спастись сам или ты хочешь служения Богу и чтобы был КПД твоих действий и спаслись тысячи вокруг тебя? личного спасения без служения Миру Духовному. Ну не бывает, друзья. Даже если мы, скажем, изолируем человека, и он будет один и не будет никого видеть, но будет иметь Знания, у него будет еда, вода и Знания. и он пойдёт, скажем, по Духовному пути, он всё равно будет приносить пользу Миру Духовному. Ибо чем дальше человек идёт от мира сего и чем ближе он подходит к вратам райским, тем шире и понятнее для него становится мир, тем чётче он воспринимает даже то, что глаз земной не воспринимает. и служение Миру Духовному как раз и есть в борьбе с сатаной. Когда ты победил его в себе, тогда у тебя есть шанс победить его и в других и сделать этот мир гораздо прекраснее, чище и лучше. Так что? Изолировать можно человека от людей, но от Господа Бога и от сатаны нереально. И это тоже надо помнить. Правильно? Так что, друзья, всё в наших руках. И неважно, на каком месте мы служим Господу, важно, чтобы мы Ему служили. Так что давайте просто любить друг друга, как говорил Иисус Христос. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам, друзья. Мир вам. Спасибо. 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 Спасибо.